Закон налоги права И сегодня мы поговорим о долговой расписке И о том, как она важна в обычной жизни Многим известны случаи о том, как портятся отношения между людьми После того, как одалживаются деньги Многие люди, одалживая деньги, не задумываясь о том, как потом их вернуть Если человек, с которым ты сегодня в прекрасных отношениях и доверяешь ему Завтра решит, что по тем или иным причинам не желает возвращать свои долги В таком случае и хороших отношений уже нет, и денег А потому, давая кому-либо деньги в долг Всегда нужно заручиться документальным подтверждением Чтобы обосновать впоследствии свои требования Но что делать, если времени и возможности составить полноценный договор о займе нет? Тогда на помощь приходит расписка Согласно 1047 статье Гражданского кодекса Украины Расписка – это документ, удостоверяющий передачу взаимодавцам, заемщику Определенной денежной суммы или определенного количества вещей Так, расписка является подтверждением заключения договора займа между сторонами То есть расписка сама по себе не является договором займа Но подтверждает, что такой договор имел место Ведь законодательство предусматривает возможность заключения договоров Пускай и не всех, но в устной форме 1046 статьей Гражданского кодекса установлено Что по договору займа Одна сторона, займодавец, передает в собственность другой стороне заемщику Денежные средства или другие вещи, определенные родовыми признаками А заемщик обязуется вернуть взаимодавцу такую же сумму денежных средств Сумму займа или такое же количество вещей такого же рода и такого же качества Договор займа является заключенным с момента передачи денег Или других вещей, определенных родовыми признаками По установившейся судебной практике Чему подтверждением является большое количество решений Верховного суда Украины Взыскание долга на основании одной лишь расписки Бесписьменного договора займа Процедура законная, возможная и реальная Однако для этого очень важно правильно ее составить Составляться расписка должна от руки самим заемщиком Чтобы впоследствии он не смог заявить, что расписку писал или подписывал не он В случае судебного разбирательства подчерковическая экспертиза Сможет подтвердить, что именно он составил расписку Поэтому также крайне нежелательно составление расписки на компьютере С последующим подписанием ее заемщику Так как только лишь подписи может не хватить для экспертизы Многие считают, что на расписке обязательно должны быть подписи свидетелей Они не являются обязательными Так как это не установлено ни в действующем законодательстве, ни судебной практикой Что должно быть указано в расписке займе денег? Исходя из определения расписки, оговоренного выше и сложившейся практики Она должна содержать дату ее составления, то есть дату получения займа вашим заемщикам Сумму, переданную в займ, долг Указывать ее нужно цифрами и прописью В случае возникновения спора в будущем необоснованный должник не сможет ссылаться на ошибку в цифре Согласно букве закона, сумму займа следует указывать в национальной валюте в Украине, гривны Так как согласно статье 533 Гражданского кодекса, денежные обязательства должны исполняться в гривнах При этом, согласно части 2 статьи 533 Гражданского кодекса, в расписке можно указать эквивалент суммы займа в иностранной валюте В таком случае возвратить долг должник обязан будет в сумме по курсу иностранной валюты в гривне на день платежа Однако по сложившейся судебной практике взыскиваются долги и по распискам, в которых однозначно указано, что сумма займа передана заемщику в иностранной валюте, например, долларах США, без ссылок на эквивалент Но в этом случае стоит учитывать важный момент Если по такой расписке вы решите взыскать в суде сумму долга с учетом индекса инфляции, то суд в части инфляции вам откажет на том основании, что инфляция рассчитывается лишь по обязательствам в гривнах Расписка также должна однозначно подтверждать факт получения денег заемщикам Если факт получения денег не будет однозначно и бесспорно установлен в расписке, в будущем недобросовестный должник сможет оспорить ее по так называемой безденежности Так, расписка может быть признана судом безденежной, если нет доказательств факта принятия заемщиком от взаимодавца денежных средств Также расписка должна содержать фамилию, имя, отчество и паспортные данные, серии, дату выдачи паспорта и адрес взаимодавца Это будет доказательством того, что по расписке именно вы и никто другой передали деньги в долг, а не ваш случайный однофамилец Расписка должна содержать и срок возврата денег, однако если этот срок вы не установите, расписка не будет недействительной Будет действовать норма, предусмотренная частью 1 ст. 1049 Гражданского кодекса, согласно которой, если договором не установлен срок возврата займа или этот срок определен моментом предъявления требования, займ должен быть возвращен заемщиком в течение 30 дней со дня предъявления заемщиком требования Требование о возврате следует вручить должнику лично, в таком случае он должен оставить роспись о получении требования на вашем экземпляре требования и должен указать дату получения этого требования или направить по почве заказным письмом с описью и уведомлением Не забудьте оставить себе оригинал квитанции и описи, что может послужить доказательством в суде Если вы даете деньги в займ под определенные проценты, необходимо их указать, а также указать порядок выплаты процентов Также вы вправе предусмотреть штрафные санкции за несвоевременный возврат денег Также расписка должна содержать обязательно подпись заемщика Думаем, о важности этого момента, о расписке говорить не стоит Что можно получить по расписке? Согласно статье 1048 Гражданского кодекса Украины, взаимодавец имеет право на получение от заемщика процентов от суммы займа Если иное не установлено договором или законом, размер и порядок получения процентов может устанавливаться в расписке Если в расписке не установлен размер процентов, их размер определяется на уровне учетной ставки Национального банка Украины Кроме того, согласно статье 625 Гражданского кодекса, должник, который просрочил исполнение денежного обязательства По требованию кредитора, обязан оплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки А также 3% годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом Вы имеете полное право требовать уплаты этих сумм, если решите обратиться в суд В случае, если у вас возникнут сложности с подсчетом этих сумм, мы всегда рады вам помочь Также надо знать, что срок исковой давности для взыскания денег на основании расписки составляет 3 года Если вы решили обратиться в суд с иском о возвращении долга по расписке, сотрудники компании Аркады Грант помогут вам в этом Также хотим обратить ваше внимание, компания Аркады Грант ввела бесплатные юридические и налоговые консультации по украинскому законодательству по общим вопросам для бизнеса и граждан Все, что вам нужно сделать, это написать вопрос на электронный адрес consultsobakaarkada.net.ua или по скайпу consult.arkada.net.ua и ожидать ответ не последнее следующего рабочего дня На этом на сегодня все, я прощаюсь с вами С вами была Фарника и Ирина Предыдущие выпуски программы смотрите на сайте www.arkada.net.ua Звоните по телефону 7373-208 А также приходите по адресу улица лейтенанта Шмидта 8, офис 4 Материалы для программы закон налоги права, как всегда, подготовили специалисты компании Аркада Грант Также специалисты компании предоставляют весь спектр бухгалтерских услуг От консультации до полного ведения бухгалтерского обслушивания, как предприятий, так и предпринимателей Также компания предоставляет полный спектр юридических и бухгалтерских услуг От консультации до полного ведения и сопровождения До новых встреч!